От нескольких сотен тысяч рублей до миллионов на трибуне в актовом зале администрации, те, кто недоплатил в консолидированный бюджет региона. Долги по арендной плате за землю, а также по НДС и НДФЛ накопили порядка 20 организаций. Суммарно это 42 миллиона рублей. Наибольшая сумма задолженности была по ООО «Евролайн» это 9 миллионов рублей. В период подготовки к заседанию рабочей группы была погашена задолженность. В сумме почти 3 миллиона рублей это 7% от общей суммы задолженности тех задолжников, которые были приглашены на комиссию. То, как образовалась задолженность, все объясняют примерно одинаково. Арковую роль сыграла пандемия. Предприятие не попало в перечень пострадавших, но фактически не работало. Правда, при этом некоторые не платят в бюджет с начала года. Мы просим администрацию как-то нам с этим вопросом помочь. Мы готовы платить. Мы представили в последнем письме. А вы готовы платить в течение какого периода? Вы понимаете, что это проценты, если расходка? Да, мы понимаем. Если администрация посчитает необходимым проценты взыскивать, то в том числе и проценты. Условия непростые, но платить надо на погашение задолженности у приглашенных меньше месяца. На сегодня мы даем срок до 15 декабря. К сожалению, многие говорят о том, что погасить не могут. В связи с ситуацией по ковид, мы их на то нацеливаем, чтобы все-таки они эту задолженность гасили для того, чтобы не допустить банкротства. В этом году состоялось уже 9 заседаний комиссии по регулированию налоговой задолженности. В консолидированный бюджет Московской области удалось вернуть 918 миллионов рублей. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.